всем привет меня зовут андрей вы на канале на стрелку сегодняшнее видео будет что-то типа влога я сейчас нахожусь вся дома немного приболел поэтому видео не с работы с дома но даже вот домой мне кум принес газонокосилку проблема принципе у нее какая у нее просто отвалилась колесо я уже на работу позвонил заказал опору точнее ось для колеса но сейчас мы просто ее разберем и посмотрим какой двигатель здесь находится состояние ну я думаю просто газонокосилку уже год нужно сделать типа профилактики внутри там по-любому уже он ее я знаю не открывал ни разу там по-любому будет трава грязь всякая там какие бы тут защиты там поролонки не стояли это все равно будет падает поэтому просто и вам будет интересно посмотреть какой двигатель как сделано мне будет интересно да видео записывают без микрофона так что на звук сильно не обижайтесь потому что у меня беспроводного микрофона нет а с проводным я сейчас ходить буду туда-сюда просто запутаюсь ну поехали прежде чем мы начнем хочу показать вам очень интересную штуку у меня давно валяется и уже я не работаю самый первый ipad mini он на сегодняшний день там youtube даже не включается прошивка 9 по-моему короче бесполезная штука валяется продать жалко за него копейки на авито просят и недавно наткнулся на видео там паренек показал какие программки можно устанавливать его можно использовать как удаленный рабочий стол то есть по вайфаю подключиться к компьютеру и влазить если вот удобно там видео снимать текст и читать я же решил применить его немножко по-другому сейчас покажу как скачал я значит на него схемки все инструкции на эту газонакосилку газонакосилка это dlm 431 и давайте покажу что я сделал вот если нам нужно к примеру схема открываем подгрузилась надо увеличили то есть мы видим нашу схему что где куда идет как откручивать и запчасти можно почитать инструкцию инструкция мне не нужно и также я скачал себе инструкцию по ремонту здесь все в картинках какой винтик откручивать первым такой вторым что куда крепится ну короче удобно вот он двигатель давайте начнем колесо у него уже отваливается второй раз первое колесо у него отвалилось передние тут даже видно он его приварил и приварил я так понял кривоватенько духа тут и паласа мешает но все равно на пару миллиметров немного задрато вот а заднее колесо он сказал приварить у него не получилось там точно не получится поэтому я заказал целиком ось стоит в районе тысячу что-то 200 рублей что хочу отметить ей уже примерно больше года полтора года один сезон я так понимаю купил он ее в девятнадцатом по моему году тогда что-то там акции были очень дешево год не работал потому как газона у него не было кум занимается садоводством у него большой сад и вот у них как там называется залужение между рядей по моим короче где у него садовые деревья он сосеял все это дело газоном газонной травой не косит газонной травой вот посмотрите когда человек косит чисто газонную траву посмотрите нож можно сказать в идеальном состоянии после годы эксплуатации сезона не знаю по моему один сезон может и два но один сезон короче газонная косилка отходила это сто процентов вот с колесами конечно косяк не знаю удары там были какие не удары а вот то что человек косит не бурьян то что газонная косилка ходит по подготовленной почве нож в идеальном состоянии есть конечно он там немножко немножко какие-то следы может быть ветка какая попалась лишь могло но они настолько незначительные а вот по гарантии приносят купят верой мерлен дешевую косилку приносит она вся в обосранные в земле здесь прямо травы они даже не чистят вот такие я отрываешь там такие колтухи вылазят нож весь побитый еду ванчики кошуле там это короче покупают чисто думают что газонная косилка для бурьяна ребята запомните газонная косилка она только для газона только для газонной травы кто хочет использовать ее на бурьян или прочим вот вы видели у меня много роликов есть где я кашу триммером все спрашивают триммером хочет все не купили на косилку может быть я в следующем году и приобрету газонная косилку может быть она у меня появится но перед тем как начать косить ту траву я скопаю полностью огород не огород а участок этот перекопаю выровняю всю почву трамбую и только после этого можно даже не сажать туда газон пусть то же самое что там росло дальше продолжает расти но косить это нужно будет всегда вовремя то есть не давать траве вырасти там больше десяти двадцати сантиметров если пошперла трава выше больше нужно косить триммером маленькую траву нужно всегда следить то есть раз в неделю выходить и пробегать газонной косилке и только в этом случае у вас она прослужит долго можно елок даже включить аккумулятор аккуратно сюда руки не вставляем чтобы изнять заднюю ось здесь нужно рассоединить эту систему в которой он полностью поднимает опускается всю газонокосилку поэтому для начала необходимо открутить колесо снимем с него колпачок здесь нам нужен ключ наверное на 13 у меня есть вот такой наборчик удобный здесь на 13 здесь вот такие есть специальный подголовку переходник и сам ключик с трещоткой трещотка здесь кстати такая сильная хотя тут болт точнее гайка и не закинута открутили снимаем колесо подшипники здесь кстати в идеальном состоянии вот мне приносили стервинс газонокосилку там подшипники были улитые теперь нам надо вот эту гаечку открутить здесь у нас на 7 на берем на области и 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 шайбочка открутили закрутим чтобы не потерять обратно и теперь можно открутить две оси листовая отвертка отвертки вот эти компании вера очень офигенный это я когда работал электромонтажником ну они там прошли крым рим чуток он прошли не видеть в каком состоянии работал я не жалея их хоть они и не совсем дешевые но на сегодняшний день для меня вообще веровский инструмент один из лучших ручных инструментов вера книпикс вот виха я не пробовал сняли опоры и вытаскиваем почистим немного все вот она опора и вот косичок ну ничего как бы говорится ничего страшного все меняется все ремонтируется чтобы не потерять закрутим эти опоры обратно что мы делаем дальше желательно откроем посмотрим состояние внутренние крышка у нас снимается просто делать это надо аккуратно чтобы не сломать и здесь у нас не знаю для чего такая резиновая шторка все нужно вытряхнуть и пропылесосить маленько пылесосить будем таким пылесосом стекло ну ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь нам необходимо снять крышку корпуса. Указано у нас здесь, что надо ручку открутить. И потом раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь винтов снять. Мы поехали откручивать. Здесь у нас из-за того, что трава залилась, не так просто это сделать. Давайте сначала открутим отсек для установки аккумуляторов. Ключик, естественно, снять. Так, винты, которые удерживают ручку, отличаются от винтиков, которые корпус. Так, крючку сняли. Все, открутили. Снимаем крышку. Все, крышку сняли и смотрим. Видите, внутри трава. Смотрим, что у нас интересного внутри. Внутри видим контроллер. Залитый. Проводки все с наконечниками уложены в свои специальные места. Аккуратненько. И двигатель. Двигатель у нас здесь щеточный. Кстати, двигатели здесь, по-моему, менялись. Есть две версии. Как их отличить? На одной версии, по-моему, вот эти штучки спрятаны в термоусадку. По-моему, вот эти два провода. Вот так, здесь все очень просто, вообще ничего лишнего. Контроллер, двигатель, соединительные провода. Двигатель здесь от компании Актуатор. Сейчас я попробую загуглить и скажу вам, что это за компания. Ничья. Ну а так, мы видим, здесь нет какой-то грязи. Все в достаточно хорошем и приличном состоянии. Сейчас это попылесошу и мы закроем. Ну и для надежности сейчас на улицу вынесу и воздуходувочкой это все дуну. Воздуходувка это тема. Конечно, она пыль-то не вытрет, но мусор весь, который там был большой, весь выпал. Видите, конструкция простейшая. Двигатель, на двигателе что может сгореть? Сейчас подшипники идут из строя от времени. Можно попробовать сейчас включить. Проверили, нож крутится свободно. Ключик. Ключик надо вставить. Сейчас вставим сначала аккумуляторы. Аккумуляторы вставили. Вставим ключ. Пробуем потихоньку включать. Не повторять такие действия. Здесь электронный тормоз. Видите, там происходит такая искра и нож резко устанавливается. Обычно в временных газонокосилках есть система тормоза. Колодки такие, которые обычно и ломаются. Такая, конечно, будет надежнее. А бесщеточная, как говорится, еще надежнее. Эта газонокосилка уже санитаз производства. Вы еще купить сможете у нас в магазине. Но их уже, как говорится, нигде нет. Все, собираю обратно. Смотреть здесь больше нечего. Крошечку я тоже почистил. Ставим на место. Мыть, конечно, я ее не буду. Смысла большого. Делать это нет. Что мне нравится, макет, видите, крышку надел. Упало, село, все четко. Никаких проблем. Достаем колодочки. Все. И закручиваем. Ну вот, в принципе, и все. Газонокосилку собрал. Осталось дождаться, когда придет ось. У макиты сейчас из-за пандемии, по-моему, склады закрывались. Не знаю, на неделю или на две. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Да, эта газонокосилка снята уже с производства. И на замену ей уже вышла новая. И вот вопрос. В новых также ломаются оси? Или там исправили эту проблему? По двигателю здесь, в принципе-то, четочный двигатель очень надежный. Чтобы, как бы, продлить ему жизнь, не надо дрочить эту газонокосилку. То есть, пуск-стоп делать, видите? Потому что здесь электронный тормоз. То есть, включили, прокосили, отключили. И косить только газонную траву. Не косить бурьян и прочее. И у вас газонокосилка прослужит долго. Субтитры сделал DimaTorzok